На самом деле мы рассмотрим какие-то положительные и отрицательные стороны, если рассматривать стороны в принятии этого соглашения о том, что мы Китаю будем поставлять газ. Мне кажется, здесь очень много плюсов, потому что мы приобретаем стабильного партнера с хорошей экономикой, с хорошим финансированием. Этот проект будет долгосрочный. Значит, у нашей страны есть возможности ежегодно получать определенный стабильный денежный эквивалент. Эти финансы мы можем тратить на развитие других сфер, на развитие той же медицины, на развитие сферы обучения, на инфраструктуру, на что угодно. Проект долгосрочный, у нас есть финансирование. Потом, какой еще, мне кажется, положительный аспект, то, что будет протягиваться трубопровод, да, это по-любому развитие инфраструктуры, это дороги, это вот эти вот коммуникации. Плюс еще в чем? То, что будут ответвления. Будут ответвления, газифицироваться будут близлежащие населенные пункты. Это тоже плюс. Конечно же, они тоже на территории России, да. А какое трудоустройство, рабочая сила. Это просто решит проблемы безработицы. Сколько людей мы сможем трудоустроить, да, обеспечить работой. Это тоже очень здорово. И мне вообще кажется, что китайцы это надежный, стабильный, хороший партнер. И было бы очень здорово, если все-таки договорились об использовании внутренней валюты. Так как это Китай и Россия, это юань и рубли. Очень хорошо и положительно для нас будет, если мы будем поднимать, поддерживать свою экономику. Именно все расчеты будут проводиться в рублях. Я думаю, американская экономика, они сами с долларом без нас разберутся, у них и так все хорошо. А вот мы должны нашу экономику поддерживать.